Здравствуйте всем, данное видео я посвящу мойке и моющим средствам по отмыванию ГБЦ и других узлов, которые попадают к нам в ремонт. Рубрика по оснастке нашего цеха станками и приспособлениями у нас уже давно есть, но как-то я давно ее не обновлял, о чем собственно говоря мне напомнили в комментариях наши подписчики. И так как очень много вопросов вы задаете касательно мойки и особенно химсредств, то и видео сегодня повторюсь будет об этом. Итак, при поступлении агрегата в работу мы первым делом отправляем его в чистку и мойку. Скажу сразу, мойка у нас задействована практически без остановки всю смену. Объем работы у нас достаточно хороший, а посему эксплуатируется она по полной программе. Мы немногим более 10 лет назад приобрели эту мойку итальянского производства Маджида R122. Подогревом воды, точнее моющего средства, автоматической очисткой этой жидкости со встроенными контролем уровня воды и другими защитными свойствами. Пройдусь коротко по техническим характеристикам, чтобы вы понимали. Диаметр корзины 1150 мм, максимальная загрузка 350 кг, максимальная высота деталей для мойки 700 мм, объем бака 280 литров, температура моющей жидкости от 0 до 70 градусов, напряжение электропитания 380, мощность электронагревателя 10 кВт, потребляемая мощность 13 кВт, производительность насосов 2 насоса по 160 литров в минуту, давление моющей жидкости на выходе из стопила 2,4 бара, мощность насосов 2 насоса на 1,2 лошадиные силы, время мощного цикла 1 час, то есть можно выбрать от 0 до 60 минут, габарит 2 метра высота, метр 90 глубина и метр 70 высота, масса мощной машины 335 кг, но это по техническим характеристикам, которые заявлены к этой мощи. А теперь рассмотрим мойку и то, как она устроена. Откидывается крышка вверх и удерживается при помощи телескопических подъемов. На щитке управления мойки расположены регулятор температуры моечной жидкости, таймер времени моечного цикла, также максимально можно выставить на 1 час и световая сигнализация датчиков управления, датчика уровня жидкости, датчиков аварийной работы. Сверху располагается кнопка экстренной аварийной остановки и датчик открывания крышки. Если вдруг крышку открыли и забыли выключить механизм, то вилка прикрепленной крышки выскакивает из датчика, точнее из разъема датчика и мойка останавливается, прекращается нагнетание жидкости. В самой мойке расположена карусель, на которой размещается корзина. Непосредственно в эту корзину и укладываются агрегаты и узлы для мойки. В нашем случае это в основном головки блока цилиндров. Как вы видите, корзина на роликах, она закатная. Дело в том, что к мойке еще идет загрузочное приспособление на колесах. Однако мы его не используем, нет необходимости, потому что нет таких габаритных и тяжелых механизмов. То есть можно где-то в это приспособление загрузить агрегат, подвести его к мойке и при помощи этих роликов закатить корзину в мойку. В мойке находится маслосборник. Это вот это вот колесико. Во время работы она крутится и при помощи пластин собирает с поверхности воды в резервуар остатки масла и других плавающих загрязнений. В мойке в двух углах смонтированы трубы с форсунками. Под давлением через них нагнетается моечная жидкость. Форсунки находятся в трех плоскостях. Сверху, вертикально-богу и снизу. Распыляют они жидкость немного в разных направлениях, чтобы охватить весь объем мойки. Нижнее пространство машины как бы разделено. Чуть больше половины это дно, под которым находятся основные приводные агрегаты. Это мы рассмотрим позднее. И меньшая часть это резервуар с моечным раствором. Как я уже говорил, 280 литров. Внутри на дне есть сливная горловина, а немногим выше варены два патрубка для рециркуляции раствора. Через них жидкость насосами закачивается в форсунки. Также в этой емкости располагаются тены для нагрева жидкости. В двух углах, слева и справа, сделаны корзины для сбора возможного крупного мусора. Теперь глянем, как приводится в действие наша моечная машина. Сзади по углам размещены вентиляционные отверстия для уравнивания давления. На корпусе прикреплен двигатель. Кому интересно, здесь есть характеристики, всякие там циферки. Этот двигатель через редуктор посредством ременной передачи приводит во вращение к корзину. Ременную передачу вот там в защитном ужихе можно разглядеть. На каждую сторону форсунок стоит отдельный насос. Вот это двигатель насоса. А это сам насос. Как видим, он гоняет жидкость по кругу, отбирая ее из того самого резервуара, расположенного спереди мойки. И нагнетает в стойке с форсунками. Вновь кому интересно, там написаны какие-то циферки и буковки. Снизу идет сливная гофра. Она у нас соединяется со сливом из-за прессовки. Ну да, скажем так, не шибко чисто у нас. Обычно шмон мы наводим раз в год, когда идет небольшой спад. Это в январе. Запорный кран слива. Но сейчас даже я не знаю, когда мы это будем делать. У нас давненько и очень остро стоит проблема с водой. В связи с интересными событиями, одно интересное государство своим гражданам, во всяком случае они нас таковыми считают, тупо перекрыли воду. Поэтому забираем мы и дождевую воду. Как устроен привод по этому из-за спецификации, можно вникнуть, просто остановив видео. Для наглядности покажу. Так как у нас недавно затерактила мойка, и пару месяцев назад мы сделали ремонт. Отработала она, верой и правдой, как я уже говорил, 10 лет. И работала практически без остановки. Круглую смену ежедневно, кроме воскресенья. Естественно, закономерно она сломалась. Обида с ней произошла совсем небольшая. Развалился опорный подшипник. Вот он сейчас в кадре. Под этим опорным подшипником идет радиальный. И с другой стороны, то есть снизу, идет точно такой же радиальный подшипник. И в эти подшипники становится вот этот вот приводной вал. К этому валу и крепится карусель, на которой, как я уже говорил, размещается корзина. Все подшипники это радиальный 6005 и опорный 5135. Кстати, их маркировку можно увидеть в той самой спецификации. Как и сальники, мы поменяли на новую. Труда, конечно же, это не составило. А теперь, что касается самого процесса мой. Моем и натираем детали самыми разнообразными щетками. Их полно всяких разных, начиная от зубных и заканчивая обычными кисточками для покраски. Химию наносим ручным пульверизатором. Их также в природе огромная масса. Для обмывания после мойки используем такой вот простой распылитель. Воздух гонит воздушно-капельную смесь и получается эффективно и расход воды мал. Для малых деталей, всяких там пружин и тарелок, клапанов, сухарей мы купили на рынке несколько таких вот корзинок. А теперь о химии. В мойку мы заливаем раствор воды с химией местного производителя Эклин Щебе. Состав можете прочесть, вновь остановив видео. Пенная составляющая у него убрана. Стоимость пару месяцев назад составляла 1300 рублей за 10 литров. Мойку меняем раз в месяц. И в конце месяца вода начинает пениться. И пенится она от попадания в нее химии для отмывания и натирания агрегата. Когда мойка свежая, то отмывается просто идеально без особых усилий. Натираем загрязненные агрегаты раствором химии. Раньше это был концентрат Даймер. Теперь вот такой концентрат очиститель двигателя. Разбавляем 1 к 5. Для очень грязных используем концентрат 1 к 2. Стоимость 20 литров пару месяцев назад была 1800 рублей. Животные, кстати, тоже боятся обстрелов. Поэтому наша собака прячется у нас в цеху, а не в будке на улице. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопрос, помогите каналу донатом. Отвечу на вопрос и безаварийных вам поездок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok